В нулевых болезнью 21 века называли СПИД. Сейчас, пожалуй, актуальнее назвать болезнью века рак. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме увеличения числа страдающих от злокачественных новообразований, в 2005 году медики учредили Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Традиционно его отмечают 4 февраля. Хочется отметить, что у нас в Ивановской области, впрочем, как в Российской Федерации, как и во всем мире, ежегодно отмечается прирост заболеваемости. По Ивановской области за последние 10 лет устойчивый прирост заболеваемости на 2,5% в год. Если брать по прошлому году, у нас заболело чуть более 5200 человек. И из года в год эта тенденция растет 2,5% в год. Медики называют ряд причин, которые провоцируют раковые заболевания. В их числе неправильное питание, чрезмерное потребление сладкого и фастфуда, курение, плохая экология. Ивановцам справиться со смертельно опасным недугом помогают в областном кардиодиспансере. Главное, отмечают специалисты, как можно быстрее диагностировать рак и своевременно приступить к лечению. Пользуясь тем, что сегодня проходит день борьбы с онкологическими заболеваниями, хочется обратиться к населению и призвать активно заботиться о своем здоровье, обращаться к врачам по месту жительства с любыми симптомами, с любыми жалобами, а также без жалоб для прохождения профилактических осмотров. В тройку самых распространенных раковых заболеваний входят разновидности онкологии прямой кишки. В профильном отделении проводят ряд сложных операций, сохраняя пациентам жизнь. Медики берутся даже за самые сложные случаи – больных с четвертой стадией, которым еще 10 лет назад в лечении просто отказывали. Ежегодно госпитализируются в отделении порядка 600 с лишним человек. Из них 380 человек – это с первичными раками прямой и бодочной кишки. Все они оперируются в нашем отделении. Порядка 10-15 человек – это с рецидивами, то есть когда болезнь уже реализуется вторично. И около 120 человек госпитализируются с доброкачественными новообразованиями прямой и толстой кишки. На первом месте у женщин – рак молочной железы. Успешное лечение врачи могут обещать лишь при ранней диагностике. Она возможна лишь при наличии высокоточного маммографического оборудования. Представительницам прекрасного пола рекомендуют проходить обследование ежегодно, чтобы сократить риски. Помогают женщинам и в отделении онкогинекологии. Специалисты отмечают, что на ранних этапах заболевания протекают бессимптомно. В группе риска в основном молодые девушки. Именно у них онкопатология встречается чаще всего. Благодаря передовым методам лечения в отделении помогут сохранить не только здоровье пациенткам, но и репродуктивную функцию. Пациенткам ранними стадиями рака шейки матки молодым мы выполняем технологии, позволяющие при проведении лучевой терапии исключить возможность облучения тканей яичников за счет того, что мы выполняем транспозицию яичников за пределами лучевого поражения. Это позволяет пациенткам молодого возраста сохранять гормональный фон и без ущерба реабилитироваться, оставаться социально активными в обществе. В сознании многих жив стереотип о том, что рак – это приговор, а качество жизни у онкобольных разительно хуже. На деле, если вовремя выявить недуг и незамедлительно обратиться к медикам, победить опухоль вполне реально. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.